всем доброе придоброе утро телек выключить клиенты ушли посмотрите на мой цветок это же вообще его конечно надо вымыть как вы говорите но мне его так страшно мыть я его сейчас полила то с горем пополам потому что я слышал что если поливать что все цветы опадают во-первых смотрите вот этот скоро зацветет и вот тут еще почки лезут зацвести это же декабрист он у меня цвел в декабре смотрите лезут почечки где вот листочки лезут а где вот почечки вот эти вот цветочки лезут поэтому я его мыть естественно не буду вот отвалилась потому что видите отваливается пускай лучше поцветет и правда в пылюке он да не буду пока трогать пускай пускай мне цветы дает и в пыли постоит а потом под душ его пущу кстати я сегодня одет в свой джинсовый сараф ой сарафа джинсовый как он называется то господи таратататам таратататам ну в общем вы поняли что это джинсовый не знаю чо в кроссовочках и вот такая у меня ветровка есть симпатичная смотрите как аспина классно я ее по в прошлом году покупала в этом в примарке представляете за 5 евро не он так понравилось и классная вообще так что вот так не там машинка стирается а ну и в придачу такой рюкзак защитного цвета так как я сегодня мир к дому поеду смотрите тоже классно я вообще не люблю вот такую вот тематику ну типа как это защита как это в общем армия но мне он понравился из-за этого цветочка не вообще классный красивый и удобно с ним ходить за покупками вообще суперски чтобы потом не нести все это на себе так стирается машинка немножечко поработала но сейчас еще мне я не ухожу домой мне еще работать и работать это так вот включила сейчас провожала их клиентов у меня там еще почки лезут кстати вот тут цветок у меня стоит он тоже лезут почки ну это красный что ли не пойму смотрите смотрите тоже лезут почки в общем вообще пипец и дома лезут почки будут цветы у меня декабрист в марте цветы классно же классно у нас так на улице хорошо можно было бы вот в это вот так прийти вы знаете что я сейчас немножко берегусь поэтому смотрите я покупала три корочки сухарики очень мне нравится пахнут так как потом соус был даже гляньте я такого еще ни разу не видел но может быть в россии уже давно так подают соусом сухарики но я это вижу в первый раз пипец мне кстати кристина ну которым магазин она посоветовала мне эти сухарики офигеть будет у меня такой перекус сухариками обожаю сухарики черные именно представляете мы будем пробовать офигеть я прям это удивлена удивлена взяла в мелкодоне сейчас апельсины витаминцы картошка и нет кальмар в своем в общем салате тут такой взяла как всегда морские морские водоросли 2 кабачка нужно сейчас яйца взять так яйца беру всегда или они у нас кофе классифицируются эми эли и киэли я беру всегда или так еще что нужно не знаю нас и не буду покупать вы знаете мне все время вот курица допустим да у нас есть такая обычная как бы филе курицы но то обычно да есть вот такая желтая вот такая желтая типа она знаете на выращена в полях но на свободе и вот знаете что меня смущает я вообще человек выросший в деревне до наши куры бегали по полям они ели продукты только как говорится но натуральные но вот таких желтых у нас кур никогда не было вот у нас такие вот желт у нас обычные были куры вот такие вот обычный цвет у них был вот но вот это желтое что нужно добавлять чтобы мясо было желтое потому что вспомним сами что вот я в деревне была курица всегда она была даже синюшного оттенка свои курицы нас были бройлерные курицы которые пшеницы питались которые мы сами спали в полях собирали в общем они там питались в общем но хорошими продуктами да но никогда они в жизни у нас не были вот такие желтые поэтому вот что вот написано что они там на полях там выращены на натуральных продуктах я очень-очень в этом сомневаюсь потому что я видела кур который выращен на натуральных продуктах и вот такими желтыми они никогда не были я не знаю почему они такие желтые очень странно вот обычная курица я понимаю вот поросенок допустим да он же тоже не желтеет от хороших продуктов в общем мне кажется это все развод и даже там больше химии чем в обычной курицы ну вот объясните мне почему она такая желтая у нас всегда были вот такие куры бройлерные там побольше мяса побольше жира жир до желтоватый был но не сама курица вот это же смотрите на как будто крашеная я бы такую курицу не стала есть она первых даже дороже то есть я нет я лучше вот как по обычному обычному буду кушать а те кто верят что это вот там она на выращена на продуктах натуральных то вы кушайте я не против я видела кур которые у нас деревне росли они таким желтыми не были это я как-то знаете ночью лежала и думала про кур и вспомнила что у нас такого не было в деревне такие желтыми они не были так какие-то как-то какие-то очень подозрительные куры так что мне еще нужно мне нужно чарли вкусняшки купить сахар у меня нету сахара в общем буду дальше ходить такие у меня покупки булочки мужу инсимада ему нравится если немного гадости купила например вот это к чаю макароны вот такие десертики это чизкейк тоже вкусняшка к чаю гадость вот такой взяла салат из крабовых палочек типа того яйца это чучи чарли три штуки все как всегда хватает где-то на три недели ему вот этих вот вкусняшек сахар салатик из морских морской травы консервы значит что нет масли в испании масло сливают поэтому масло вот от консерва сливают и знаете почему говорят что там всякие вот эти вот консерванты и но всякие всякая фигня короче не которые не здорово для здоровья вредит и вот они его сливают не знаю почему поэтому я взяла в подсолнечном масле вот такой кальмар я вам показывала в собственном соку вспомнила собственном соку вот такой вот плавленый сырочки мне очень нравится я их покупаю очень редко потому что мы их либо вот когда делаю суп из суп пюре из кабачков либо так иногда очень очень редко на хлеб намазываю на общем уж очень любит их тоже когда ужинать ужинать он любит вот такой соус ее из йогурта для салата батарейки у меня кстати садится батарейка на камере тоже для этого для давления мерить батарейки со сисели аквариус напиток мед варенье малиновое полечиться же молоко хлеб сейчас сразу порежу порционно и в морозилку его отправлю за потому что три это нам не знаю мы уже наверное на неделю а то и на полторы я такой хлеб не ем белый и вот ему кофе тут еще у меня лежит картошка 5 килограмм и 6 килограмм апельсин для для сока сейчас буду разогревать я вчера достала из заморозки фасолевой суп и буду сейчас его разогревать вот она сейчас переложу в это тарелочку и разогрею и все и будем отдыхать и чай попью с чизкейком или с макаронами чего-нибудь одно сегодня у меня такой день там господи есть то нам на двоих то раз это облизнуть так и все и уже все закончится и машинку надо поставить стирать и камеру заряжаться макаронами чего-нибудь еще разогревать и тарелочку и тратить и обрежать и разогревать и Субтитры подогнал «Симон» 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 но когда что-то болеет и натуральные средства и не это помогает намного лучше чем вот всякие сиропчики потому что вот я начала кашлить до пропила два раза в день и все и уже вчера я практически практически не кашляла ну как ноты три-четыре раза в день мне кажется это вообще а ночью вообще не кашлю ни разу то есть может быть это какое-то аллергическое или простуда таким образом заканчивается но не знаю но вот если хотите попробуйте это это средство еще бабушкина было мое редьку еще тоже так выковыривали редьку и туда добавляли мед но здесь редкий редьки черный такой нету вот ну или есть я ее надо искать белая какая-то есть но не редька какая-то по-другому называется но не в этом смысл вот лук с мне даже на предкровать но на ночном столике лежит луковица разрезанная значит на четверо мне когда муж увидел вот это что это средство он потом такой а может быть и мне поможет сначала со мной под надо мной посмеялся а потом густа может быть и мне поможете конечно поможет вот так что у меня везде луком пахнет но ничего зато смотрите дальше не пошло вот такие у нас дела так что выпью я сейчас гадость эту и через 40 минут съем морскую капусточку морскую капусточку съем на ужин она очень не супер калорийная какая-то там вот ее можно сожрать такие вот дела кстати я сегодня не макароны не поела не десертики не съела что-то некогда мне их было есть но не то что некогда я накуплю всяких этих штук вкусных а потом знаете а потом как-то их ну не будешь же 24 часа в сутки жевать 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 и ну я нет я бы пожевала с удовольствием я бы жевала жевала как корова знаете жевала бы и жевала но блин опыта растет поэтому я как вспоминаю что хочется ставлю чай так шумит он вообще и вот чай в общем не выпил не съела я эти макароны зато я голодная приехала в магазин и накупила всякую фигню но ничего я их завтра съем макарончики мои смотрите какие вкусные ням нямки и десертики тоже вкусненькие все вкусненько было бы время но жрать мы будем морскую капусту и отвратительную гадость лук с медом так что такие пироги все буду сейчас укладываться спать знаете кстати вот по передаче идут по испанскому каналу меня нет русского телевидения но мне в принципе совершенно не нужно а вот потому что есть интернет и но я уже много раз говорила что по русскому я смотрю только сериалы фильмы мне нравится а вот что связано со всякими там знаете развлекательными передачами это мне нравится на испанском не знаю почему хотя знаю почему потому что я уже всех знаменитостей всех всех ну как это сказать то но которые на языке находится их уже всех знаю мне они как бы интересно с клиентами также болтать можно вот и что я заметила что допустим есть марс мастер-шеф идет по испанскому телевидению они все везде программы эти одинаковые потом еще есть знаете передача такая там типа как мастер-шеф только там шьют и вы знаете каждый почти в каждой передаче есть русская девушка то есть мы умеем и шить и готовить и это вообще очень интересно но конечно не очень слежу за таким передачи мне они не мастер-шеф как-то сразу смотрела сейчас уже не очень вот и там русской девушкой была женщина вот такая она смешная вообще и сейчас вот идет про шитье там тоже русская девушка не знаю убрали ее не убрали фильмов очень много показывают прям буквально недавно фильм был про сказ про исторический господи я его не помню как сказ про не помню как называется общем в этом году фильма 3 я уже точно смотрела по испанскому телевидению поэтому видите мы уже и фильмы выпускаем на европейском уровне очень очень горжусь скажем так и неплохие фильмы так держать в общем буду я смотрю сейчас погоду хотя передает очень хорошую погоду на улице хотя передает 20 градусов там точные 22 и 24 26 градусов в общем суперски и я выздоравливающий класс завтра может быть на пляж схожу не может быть а точно после работы вот у меня там есть курица гриль салат сделаю на завтра так что еда у меня готова пойдем чарли погуляем сегодня тоже никуда вечером не ходила вот мне его залку все-таки становится маленький то маленький так что будем с вами прощаться до завтра кто не подписан подписывайтесь чтобы не потерять ставьте колокольчик чтобы приходили оповещение обо нас об нас о нас и пишите комментарии всем спасибо и до завтра и пока пока